Фильмография знаменитого литовского актёра Иоза Сабудрайтиса насчитывает более ста картин. Дебютировавший в 61-м году, он стал одним из самых узнаваемых актёров литовской школы кино. Так вот, сегодня в 17.30 в доме журналиста на Невском 70 состоится открытие фотовыставки известного актёра. Она называется «Моё кино», а в 18 часов начнётся творческая встреча именно с ним. Ну а прямо сейчас в хорошем утре мы чрезвычайно рады приветствовать народного артиста Литовской ССР, лауреата национальной премии Литвы в области культуры и искусства Иоза Сабудрайтиса. Мы очень рады. Доброе утро. Здравствуйте. Спасибо. Доброе утро. Давайте начнём. Очень интересна ваша фотовыставка, вообще увлечение фотоискусством. Как, почему возникло в вашей жизни? Трудно объяснить, как у человека происходит сумасшествие. А это сумасшедшее у вас? Ну, конечно, это было такое увлечение абсолютно случайное, которое потом развелось в страсть, не покидающая меня и сегодня. Страсть на всю жизнь? На всю жизнь, да. Я думаю, что я с фотиками умру. Как вы его нежно называете. Скажите, пожалуйста, основная ваша тема, тема ваших фотографий – это кинематограф? Или не только? Это коллекция «Моё кино» называется. Да, да, да. Это в основном сюжеты из кино. Это была такая у меня, как бы создалась такая тема, надо сказать, что не рационально продуманно, а спонтанно так родилась. Потому что у меня была цель такая – запечатлеть своих коллег, которых я очень полюбил. Полюбил их глаза, чтобы они на меня смотрели. И так думал в старости, вот я сяду и буду разглядывать этих людей, которые на меня смотрят. Я всегда просил, чтобы смотрели в объектив. То есть, простите, это отчасти портретное и чуть-чуть постановочное фото получается? Нет, не постановочное. Я просто подхожу, говорю, могу я тебя снять? Я говорю, конечно, ну ты посмотри в объектив. Он снимет в объектив и смотрит, и я снимаю. А вот этот взгляд в объектив – это как взгляд из души в душу? Да, я так представляю, потому что я не лез к тем, которые чувствовал, что это не мои люди. Я только подходил к тем, которые вот как-то для меня, для моей души, они что-то значат. И я с ними разговаривал. Ну, мы иногда специально не просили, разговаривали, говорили. Раз, 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 у меня такой был фотоаппарат старой Лейко. А Лейко, я так понимаю. Да, но там был такой очень хороший русский объектив – Русар-20. Светосила небольшая, но зато там поставил на метраж, и не надо фокус наводить. Вот просто примерно полтора метра поставил, и можешь снимать. Сколько фотографий, сколько вот этих портретов вошло в спонтанную коллекцию моего кино? Ну, я не считал, но пока трудно сказать, наверное, уже не мог бы сосчитать, сколько их там есть. Возвращаясь к фотикам, как вы их называете, а вы на цифру со временем перешли? Ну, перешел, никуда не денешься от технологии, потому что все-таки человек любопытен. Он старается углубиться в то, что преследует нас, и что идет в авагарде, так сказать, развитие человечества. Ну, и, конечно, я долго упирался, очень долго не брал фотик этот, называемый, мыльницу, и никак. Но потом уже, конечно, начали надо мной подшучивать уже профессионалы, когда уже меня приняли в фотосоюз литовский, фотографии. То есть все серьезно? Вы состоите в фотосоюзе? Да, я в фотосоюзе там состою, какие-то выставки делаем, все. Ну, это не первая коллекция моя. Потом я уже отошел немножко от темы кино, и у меня появилась другая коллекция. Но тоже складывалась спонтанно? Да, она просто создалась из того, что я сам сделал и увидел. И потом еще была третья, но эта третья, она родилась именно вот из безобразия, скажем. Я снимался у режиссера Кулуджанова в фильме «Молодые годы» Карла Маркса. Я там играл друга Маркса, профессора Арнольда Рюге. Ну, и там было в Париже съемки, и было у меня много свободного времени погулять по Парижу. Я шлялся по Парижу, откровенно так говоря. Ну, как, знаете, такой вот, от нечего делать шляется туда. И я фотиком на метраж поставил все туда и снимал. Много наснимал, так вот, просто подходил, даже к кафе сидят люди, я им раз перед лицом снял и ушел. Не успели догнать. Быстро ушел. И когда я делал такую книгу «Мое кино», там как раз не билетристика, не какая-нибудь там мемуаристика. Этого я не люблю и не буду писать никогда, потому что там самовоспаление всегда. И то, что хуже в тебе, пытаешься утаить это все, выпячиваешь всегда что-то хорошее. Поэтому я не хочу такой книги. Но там было как хроника моей жизни. Начиная от первого фильма «Никто не хотел умирать» и заканчивая новыми временами независимости, когда кино приостановилось. На этом я закончил эту тему кино. Потому что после уже что было, это уже были другие времена, это уже были другие нормы съемок, другие, так сказать, и длительность съемок тоже. Поэтому 12 часов отработаешь, быстро-быстро-быстро поговоришь-поговоришь, хлоп-хлоп, машины захлопнулись, все разъехались. А как его зовут? Так и не спросил, и не было времени. Вот, кстати, Родион Нахапетов, Иннокентий Смуктуновский, Александр Кайдановский, Сергей Шакуров, Альберт Филозов, другие замечательные артисты. Их голосами ведь в разное время, в разных фильмах говорили ваши персонажи. Да. А чей голос, как вам кажется, подходит вам больше всего? Ну, так я проштудировал хорошо и понял, что филозоф лучше всего попадал. Он почти, почти, я даже сам теперь пытаюсь, когда услышу, что он говорит, то ли я тут говорю, то ли нет. Ну да, это значит абсолютно точное попадание, если вы сами не можете различить. Да, да, он очень хорошо попадал. Но потом я уже сам начал, как-то немножко, немножко свободнее смотрели на это. Такого гост-стандарта не было, точного произношения. Поэтому доберяли мне самому озвучивать. У нас такой интересный разговор, что становится очевидно, что творческая встреча пройдет крайне интересно, и даже после нее будет и демонстрироваться фильм. Да. Расскажите, пожалуйста, что за фильм будет демонстрироваться? Ну, это наш теперешний классик, Альгиман Таспуйпа снимал. Он, наверное, теперь самый старший у нас режиссер, когда все ушли. И это была такая история дома престарелых, так сказать. Но такого аристократического дома престарелых в Литве 33 года вперед, когда уже была разрешена автоназия. О, драматический сюжет. И в этом доме престарелых люди могут уйти, когда не хотят. Но они там, конечно, живут и как-то действуют, влюбляются там и старички и так далее. А я работал там еще при этом и психотерапевтом. Психотерапевтом. И меня директор просил заключать договор, что я в этом году еще не уйду. Ну, вот. Очень захватывающий сюжет. Интересно. Спасибо вам огромное. Спасибо большое. Иозас Будрайтис, легенда советского, литовского, современного кино. Был сегодня в нашей программе. Большое спасибо за эту беседу. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо.